Считанные часы остались без телевизора, стиральной машины и микроволновой печи. Такая ситуация сложилась в доме по улице Ладожская, 19. В один момент у жильцов сгорело с три десятка электроприборов. Люди уверены, всему виной старая электропроводка. Светлана Каменева рассказывает о последствиях коммунального ЧП. Из-за перепадов напряжения у женщины сгорели стиральная машина и сигнализация. На ремонт пришлось потратить немало денег. Ремонт обошелся где-то 900 гривен. Кроме Светланы Каменевой пострадали жильцы и других квартир. За раз в доме сгорело около 30 электроприборов. Люди уверены, причина случившегося кроется в старой электропроводке. Причины, как объяснил наш специалист, ноль на фазе, старые проводки, в ужасном состоянии электрощитовые и пострадали люди. Не обслуживалось здесь до нас абсолютно ничего, что касается электрочасти. На пятом этаже в электрощитке было раннее перегорание нулевого провода. Он был соединен не по правилам, не в соответствии с правилами ПУЭ. И в результате чего произошло, собственно говоря, вот броски напряжения до 400 вольт. Жильцы говорят, когда создавали ОСМД и принимали дом на баланс, получили заключение от жилищников, что сети находятся в исправном состоянии. В итоге оказалось все наоборот. За помощью люди обратились к депутату горсовета. Этот дом был передан жильцам в самоуправление с абсолютными нарушениями всех норм. Эти нормы изначально при передаче, мы это видим, нарушило коммунальное предприятие оснований. Есть акт осмотра этого дома у жильцов на руках, в котором в дополнениях написано в том, что электропроводка находится в ненадлежащем состоянии. В КП основания уверяют, жильцы приняли дом на баланс месяц назад. Никаких проблем с электрикой тогда не было. Поэтому вины жилищников в этом нет. До первого числа июля мы дом сдали в технически исправном состоянии. Обходили вместе с жильцами, с домовым комитетом все инженерные сети, они видели их. В том числе мы сдали в исправном состоянии электрощитовые и электрические сети. На момент передачи наши сети были в технически исправном состоянии. Что на сегодняшний день после сдачи мы не можем нести ответственность. Сейчас на Ладожской 19 решают, кто будет возмещать убытки жильцам. Для этого собирают все необходимые документы и готовят обращение в соответствующие инстанции.